О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма говорили на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних под председательством главы города Елены Лапушкиной. Представители госавтоинспекции отчитались о работе, которая проводится в этом направлении. Большая роль отводится пропаганде безопасности дорожного движения и проверочным мероприятиям. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды соблюдения водителями правил перевозки детей, наличию удерживающих устройств в личном автотранспорте. Родители просят подходить ответственно к перевозке маленьких пассажиров, соблюдать правила дорожного движения и показывать своим примером, как вести себя на дороге. Сотрудники госавтоинспекции проводят работы и непосредственно с детьми в образовательных учреждениях всех уровней. Сотрудники госавтоинспекции по приглашению образовательных учреждений посещают родительские собрания, проводят краш-курсы. И сотрудники госавтоинспекции также помимо образовательных учреждений посещают дошкольно-образовательные учреждения, где уже с детьми, которым 4-5 лет проводят профилактические беседы, мероприятия, но уже более в игровой форме. Еще одной темой обсуждения на заседании комиссии стала профилактика беспризорности в молодежной среде, а также работа с несовершеннолетними, допустившими самовольный уход из дома или госучреждений. По словам экспертов, в группе риска дети 15-17 лет. Это время, когда подросток заявляет о своей самостоятельности, открыто выражает протест, при этом юридически и физически остается зависимым от родителей или опекунов. Убеждение и доверительная беседа в основе профилактики. Сотрудниками полиции проведено 234 лекции и беседы с несовершеннолетними, совершившими самовольные уходы и их законными представителями, направленные на профилактику безнадзорности, предупреждение несчастных случаев, защиту несовершеннолетних от преступных посягательств. Кроме того, все несовершеннолетние, ушедшие два или более раза, ставятся на профилактический учет подразделений по делам несовершеннолетних, как лица, совершившие антиобщественные деяния. И, соответственно, с ними проводится профилактическая работа. В завершении заседания члены комиссии единогласно утвердили проект плана работы на следующий год. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.